Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об уникальной процедуре. Процедура салонная, называется карбокситерапия, то есть терапия углекислым газом. Парадокс, но отчасти да, потому что обычно мы с вами рассказываем всем про кислород и его целительные свойства, а теперь углекислый газ. Что это такое? Всегда углекислый газ у нас ассоциируется с гипоксией. Гипоксия, то есть недостаток кислорода, это когда нам тяжело дышать. Но парадокс заключается в том, что углекислый газ необходим для того, чтобы кожа насытилась в том числе и кислородом. Карбокситерапия мега популярна в салонах красоты. Вы можете пойти за этой процедурой и получить помимо удовольствия еще и мгновенный эффект сияния кожи. Она устраняет морщинки, делает тон кожи значительно более ярким и ровным. То есть процедура на выход. Если вам нужно мгновенно сейчас выглядеть хорошо, то карбокситерапия вам показана всегда. Карбокситерапия известна со времен Гиппократа. Он еще назначал своим больным, у которых были проблемы с кожей, целительные ванны с углекислым газом и даже поил их водой, насыщенной карбокситерапией. В 30-х годах процедуру карбокситерапии активно начали использовать во Франции. Источники Оверн, помимо всего прочего, тоже насыщены углекислым газом. И туда погружали людей для того, чтобы избавить их от целого ряда недугов, связанных с болезнями кожи, суставов и так далее. В институте города Сиены в Италии углекислый газ используют для того, чтобы бороться с избыточным весом и целлюлитом. Оказалось, что введенный под кожу, он разрушает жировые клетки. То есть углекислый газ карбокситерапии весьма популярна. И что же происходит на самом деле, когда мы используем эту терапию? На самом деле углекислый газ, да, он попадает в кожу. Но происходит буквально следующее. С точки зрения биохимии идет следующая биохимическая реакция. Углекислый газ попал в кожу. Далее возникает ситуация, когда в ответ на попадание углекислого газа резко расширяются капилляры, капилляры кожи. Кровь начинает двигаться значительно быстрее. Кроме всего прочего, создаются еще особые условия. ПАЖ крови сдвигается немножко в щелочную сторону. Про ПАЖ вы помните. Когда мы рассказывали вам про биомику, мы говорили о ПАЖ. То есть это кислотное значение. Собственно, сдвинутый в щелочную сторону ПАЖ создает особые условия, когда гемоглобин легче отдает кислород окружающим тканям. Итак, мы имеем с вами буквально следующее. Кровоток идет значительно быстрее. Кислород попадает в окружающие ткани, и кожа насыщается кислородом буквально мгновенно изнутри. То есть по факту мы с вами имеем кислородную терапию. Карбокситерапия – это кислородная терапия. Кстати, с научной точки зрения этот эффект, когда воздействие углекислого газа насыщает ткани кислородом, называется эффектом верига-бора. То есть со времен Гиппократа до нашего времени стало абсолютно известно, как работает карбокситерапия. Итак, теперь салонная процедура мега популярная теперь у вас дома. Кроме всего прочего, карбокситерапию вы можете делать в любой момент, как вам нужно выглядеть хорошо. Насыщаем кожу кислородом, углекислым газом – все дело в пузырьках. Учитывая, что процедура салонная, она требует внимания, нужно четко следовать инструкции. То есть мы вам сейчас покажем, как правильно процедуру сделать дома. Но есть некоторые нюансы. При нанесении препаратов на кожу могут возникать некоторые неприятные ощущения, ну условно неприятные. Покалывание, пощипывание и так далее. Идет бурная реакция образования пузырьков, все дело в пузырьках. И в этот момент, когда идет реакция химическая, в коже начинает идти реакция биохимическая. То есть насыщение идет полным ходом, идет процесс, поэтому не нужно бояться. Итак, процедура карбокситерапии. Как правильно ее делать? Сейчас мы вам, собственно, покажем все нюансы и подробности. Для начала, естественно, нужно убрать волосы, чтобы ничто не попадало на лицо. Вы можете их заколоть, можете одеть повязку или вот, например, шапочку для душа. А теперь мы помним правила, тактики и стратегии ухода за кожей. Кожа должна быть исключительно чистой. Для этих целей вы можете взять любые препараты для очищения кожи. В нашем случае Mousse Oxiology, он прекрасно подойдет, если кожа нормальная. В случае, если кожа достаточно шершавая, то есть на ней есть так называемый гиперкератоз, возьмите более активный препарат. Это из серии Экспир, который с энзимами граната, и который поможет вам более тщательно очистить кожу от мертвых клеток. Итак, карбокситерапия начинается с процедуры очищения. Все просто. Нажимаем на головку, наносим мусс на кожу, следуя правилам нанесения препаратов строго по массажным линиям, очень аккуратно. Основная задача этой процедуры не просто умыться, а еще и, ко всему прочему, убрать отмершие клетки, которые находятся на поверхности кожи, тем самым облегчить доступ углекислого газа, а впоследствии кислорода, в глубокие слои кожи. Собственно, дома вам умываться будет значительно удобнее. Это вы проделать можете самостоятельно перед зеркалом. Круговыми движениями слегка втираем препарат, разносим его аккуратно по всей поверхности. Можете даже оставить его на небольшое количество времени, особенно если вы пользуетесь энзимным препаратом. Пена очищает кожу от поверхностных загрязнений. Отмершие клетки, которые есть на поверхности кожи, тоже будут смыты с помощью этого препарата. Естественно, правило чистых рук тоже работает. Я не показала вам процесс дезинфекции рук, но тем не менее он тоже был. Я абсолютно знаю, как работать с пациентами, и поэтому смываем, аккуратно смываем препарат. Смыть можно его и с помощью ватного диска, и с помощью вашего личного спонжа, достаточно обильным количеством воды. В нашем случае я использую ватный диск, потому что спонж с точки зрения гигиена должен быть лично ваш индивидуальный. Поскольку сейчас спонжи даже запрещены в салонах красоты, и никогда в жизни вам не позволят использовать чей-то спонж на ваше лицо. Итак, очищаем кожу, протираем тщательно. Кроме всего прочего, можно еще и протереть кожу лосьоном, но это уже не обязательно. Кожу можно промокнуть. Для этих целей используют обычно косметические, более тонкие салфетки, но в сущности то, что у вас есть. Складываете салфетку треугольничком и просто промакиваете лицо. Так будет просто удобнее наносить препарат. А теперь сама процедура. У нас три флакончика. Шаг 1, шаг 2 и шаг 3. Как мы этим пользуемся? Шаг 1. Естественно, открываем препарат. Он у нас новый. Вы можете взять просто, нанести его руками, пальцами. Но мы с вами соблюдаем правила гигиены, поэтому нанесем его кисточкой. Небольшое количество препарата. Шаг 1. Вот белая эмульсия. Разносим по поверхности кожу достаточно заметным слоем. Он должен быть виден вашим глазом. Что это такое? Эмульсия, которая содержит сепитоник. Это комплекс из микроэлементов. Содержит еще и препараты, которые вот сейчас будут разрыхлять поверхность кожи. Мне не хватило. Итак, мы нанесли первый шаг. Фактически происходит тоже очень важный процесс. Сейчас идет разрыхление рогового слоя эпидермиса. Помните, чтобы на поверхности кожи есть роговой слой эпидермиса, который одно время считался достаточно мертвым. Но нам нужно его разрыхлить, чтобы пропустить внутрь кислород. Далее. Шаг 2. Кстати, эта эмульсия имеет легкую щелочную реакцию. И когда ваш сдвинута щелочную сторону, вы помните, я говорила вам, эта процедура способствует более легкому процессу пенетрации кислорода в окружающей ткани. Теперь мы берем шаг 2. Это гель. Гель, который будет еще и увлажнять кожу. И сейчас начнется самое интересное. Итак, что мы с вами видим? Видите, на поверхности кожи начинают образовываться пузырьки. Пузырьки углекислого газа. А пациент чувствует легкое покалывание и легкое ощущение, что-то в коже происходит. Наносим буквально поверх шага 1 препарат. Не смываем, потому что идет бурная реакция образования углекислого газа прямо сейчас и на поверхности кожи. Далее вы можете помассировать, если ощущения у вас достаточно комфортные кожу, если нет достаточно интенсивного пощипывания. То есть круговыми движениями для того, чтобы газ попал углекислый более активно в глубокие слои кожи, разносим все массажными движениями. Вы видите, я обошла зону век. Но вы можете и под глаза нанести препарат тоже, если кожа у вас не очень чувствительная. Оставляем маску из пузырьков, которая образовалась у нас на поверхности кожи, минут на 5-15, в зависимости от того, насколько чувствительна ваша кожа. Итак, мы с вами проделали процедуру, но еще не до конца. Шаг 1. Щелочная среда, которая создает те самые условия для лучшей пенетрации углекислого газа, а в дальнейшем и кислорода от гемоглобина в окружающей ткани. Шаг 2. Кислая среда здесь инициирует образование углекислого газа. После того, как вы посидели минут 5-15, в зависимости от тех ощущений, которые испытывает ваша кожа, вы должны, по идее, снять то, что мы нанесли ранее, и далее нанести третий шаг – маску кислородную. Но если кожа нечувствительная, можете в сущности и оставить. Но, как правило, мы рекомендуем не рисковать, и все же снимать и удалять то, что мы нанесли ранее. Это можно просто смыть водой, а можно промокнуть. Водой мы смываем в том случае, если кожа очень чувствительная, и вы ощущаете жжение. Если ничего не происходит, то просто снимаем салфеткой. Аккуратно. Все, что образовалось из пузырьков на поверхности кожи. Вы видите, что лицо уже немножечко порозовело. У нашей модели кожа абсолютно нормальная. Она легко переносит эту процедуру и не ощущает никаких неприятных последствий. Итак, для удобства, еще раз повторяю, складываем треугольником для того, чтобы легче было промокнуть. Фактически мы все убрали. В домашних условиях, еще раз повторяю, значительно проще это сделать самому. То есть смыть водой или просто промокнуть. И теперь наносим кислородную маску. Собственно, вы можете точно так же нанести собственными пальцами, особо не парясь с кисточкой, но удобнее все же это делать кисточкой. Берем кисточку. Наносим кислородную маску. Она достаточно густая. Маска содержит основной компонент нашего аквафтема перфтородекалин. Если вы оставите ее какое-то время в мисочке, то увидите, как образуются пузырьки. Это кислород из воздуха попадает внутрь этой маски, дополнительно насыщая ее кислородом. Поскольку процесс насыщения идет активно, в этот момент вы тоже можете испытывать некоторое ощущение пощипывания или покалывания. Если вам некомфортно, вы можете подержать 2-3 минуты маску и смыть ее немедленно. Если вы ощущаете приятное теплоту и легкое покалывание, можете ее оставить. В сущности, эта маска даже и не требует смывания. Вы можете лечь спать с этой маской после того, как она впиталась, просто сняв остаток с поверхности кожи. Фактически мы с вами завершили процедуру. Пока наша модель сидит с маской, есть еще один вариант. Кожа очень чувствительная. Представьте, если вы просто умываетесь водой и у вас уже создается дискомфорт, процедуру можно делать несколько иначе. Для этого мы поступаем буквально следующим образом. Все смешиваем сразу в маленькой мисочке. Шаг 1. Выдавливаем в мисочку. Шаг 2. Примерно такое же количество. Добавляем буквально сюда же. Потом берем кисточку. И все смешиваем. Видите? Вот эта густая пена, насыщенная углекислым газом, ее-то мы и нанесем в том самом готовом виде на кожу. После того, как вы оставите ее на 2-3 минуты, тщательно смываем, если кожа чувствительная, и наносим уже, шаг 3, масочку кислородную, которая этот процесс сделает еще более эффективным. Итак, теперь маску мы просто промокнем. Мы не будем смывать, поскольку кожа довольно хорошо переносит процедуру. Итак, удаляем остаток маски. И смотрим внимательно на свое отражение в зеркале и радуемся абсолютно свежему цвету лица. Вуаля! Прекрасно. По-моему, совершенно замечательная кожа. Нежно-розовая, гладкая, тон выровнялся, ощущения очень приятные. И фактически можно идти на бал, встречаться с друзьями. И просто радоваться тому, как вы молоды и прекрасны. Итак, карбокситерапия – мегапопулярная процедура в салоне. Более того, вы можете ее обнаружить даже в маникюрных салонах. Но мы провели дополнительные исследования. И клиника показала, что 5 процедур достаточно для того, чтобы получить буквально следующий эффект. На 25 процентов – более увлажненная кожа. На 19 – более упругая. И еще на 19 процентов будет меньше морщин. Они станут практически незаметны. Поэтому пользуйтесь мегапопулярной процедурой. Теперь у себя дома. Теперь можно не ходить за ней в салон. Можно каждый день ублажать себя столь чудесными препаратами. Будьте прекрасны!